В общем, как я в Новый год сливал рубины. Многие сливают на студию, многие улучшают оружие. А доктор своей 3000 креонита слил просто на рубины. Мне нужны были подарки, я решил купить тогда подарки 3 в 1. И в общем, всё посливал. Это очень дорого. Если бы я знал, что вводилась студия 25, я бы никогда так не сделал. Привет всем, с вами Лига Мюзик Варс. Сегодня у нас разговорная тема. И на заднем фоне будем аппать 22-й сит-истребитель. Закончились дни Святого Валентина. И соответственно, у меня какая-то часть из студии, то что было, я их вытащил. В общем, элементы. И меня заинтересовало, возможно ли сделать апп. Получается, ну 25-й я не рассчитывал. Ну 23-й, 22-й уровень, то есть можно было сделать. Ну и вот я как бы старался вывести его. Сначала я аппал плакат. То есть, и после того, как я, соответственно, аппнул до 22-го уровня, у меня ушло примерно где-то 750 креонита на всё про всё. Я делал это просто тыками. То есть, соответственно, я его один раз аппнул до 21-го уровня. И подумал, что, ну как бы, можно попробовать и дальше. И в общем, я его слил до 15-го. После чего постарался ещё раз. Ну, имею в виду, соответственно, сделал. Поэтому и у меня ушло такое большое количество. Тыкал я просто по одному разу. Потому что многие говорят, что есть тактики какие-то определённые. Типа, если у вас там 4 неудачи, то, соответственно, если вы после этого поставите нужный предмет и тыкните одним нарастыком, то, соответственно, у вас будет удача там. И кто-то говорит, что надо дождаться 3 неудачи и потом поставить у вас будет удача. Ребят, эти тактики работают, возможно, где-то в каком-то другой галактике. Но 100% не у нас на музваре. Потому что по заявлениям людей, которые, соответственно, пытаются поднимать, пытаются что-то сделать за креонит, до 11 неудач подряд, ребята. 11 неудач подряд. И вот после 11 неудач выходит 100% удача. То есть, если вы найдёте такую, имею в виду, тактику, да, согласен, просто, ну, вы молодцы, вы супер. Но 11 раз, ребята, неудач, то, соответственно, представьте, вы дождались 3 неудач, вы поставили предмет другой, тыкнули, неудача. Потом думаете, ну, что-то неправильно, тыкнули, неудача. И, соответственно, мало того, что вы один предмет солили, да и второй вместе с ним к чертям собачьим. То есть, соответственно, если вы собираетесь апать студию, то есть, как я апаю её, то вам надо иметь на студии второй элемент. То, соответственно, я сейчас буду копить, и буду потихоньку, у меня ещё один элемент, который я могу апнуть, это роботроникса. Он есть, он покупается в магазине, и, соответственно, его я буду просто тупо апать. Ну, то есть, по-другому, у меня выбора как бы нету, я буду по этой тактике ещё придерживаться. Единственное, что я хотел от вас получить в комментариях, это апать ли мне студию ближе к 25-му. Я считаю, что это не имеет для меня смысла, как и оружие, которое, по сути, по-нормальному я не апаю вверх. Хотя все говорят, давай апой 20-й, 25-й, я говорю, мне оно просто физически как бы не нужно. Поэтому я и стараюсь избежать этой вариации, и поэтому апнув до 22-го уровня, любой из элементов студии, я считаю, что это уже имба для меня, по крайней мере, как простого игрока. Это, ну, очень сложно. И, соответственно, так как после всех этих манипуляций у меня там осталось тысяча, по-моему, 300 крионита, ну, совсем мало, короче, осталось, и в конце видео там будет всё показано. Я считаю, что такая вариация имеет место быть. Поэтому, когда я вам говорю, что вы апайте амулеты вторыми копиями, то есть найдите копию и, соответственно, апайте её, то тогда, да, это просто круто. И вторая часть, как бы, если вы апайте студию, то имейте её копию в обязательном порядке. Ну, то есть, и выберите уровень. Допустим, если вы хотите 20-й, то хотя бы до 20-го апайте. Я планировал апать до 22-го. У меня был хороший запас крионита. То есть, соответственно, если бы я не апнул сид, как вы вот смотрите на видосах, то есть, ну, соответственно, видос бы я не выложил. А так я понял, после двух апнутых предметов до 22-го уровня, и апнутых просто пичками, соответственно, на один ушло примерно 350 где-то крионита, а на второй ушло 700, ну, там больше даже, 750 крионита ушло. Плюс ушло ещё по одному тыку, короче, на всю студию. Но это не имело большого такого значения. Главное была основа, то есть, вот этого вот. И основа была создание копии студии у вас на складе. Только так можно было выкачать. Ну, ладно, ребят, это чисто разговорное видео по поводу того, что как я апнул в 22-й уровень, многие спрашивали. Вот апнул чисто за счёт того, что у меня просто были копии. Если вы собираетесь в свою студию апать, не вздумайте апать её просто так. И, кстати, если вы посмотрите, у меня на моём персонаже сейчас лежит, получается, сид 10-й и лежит 9-й плакат. Ну, то есть, если любой видос возьмёте, там видно. То это, потому что мне надо было вытащить арконы. То есть, после того, как я апнул 22-й, соответственно, плакат, и апнул 22-й сид, у меня после этого были одни неудачи. Я просто тупо 15-й предмет сливал сразу же до плюс 8, до плюс 9, и просто из него арконы выпадали, я вставлял их в новый предмет. То есть, вот такая ситуация. И самое интересное, то есть, не забывайте, что у вас должно быть запаса, либо должны быть идеальные арконы, чтобы, ну, как бы поменять местами. Либо у вас должен быть запас руды, чтобы можно было сгенерировать. Ну, то есть, как это сделал я. Ну, а так, если у вас есть какая-то тактика по креониту, если вы хотите что-то добавить своё, обязательно пишите в комментариях, подискутируем. А так, я считаю, что креонит стал полным рендомом. То есть, теперь это, ну, так скажем, непредсказуемая система, поэтому апов по одному разу я, ну, то есть, постоянно, либо уходил в плюс на много, либо уходил в минус на много. Но, сразу говорю, креонита для 22-й студии надо очень много. Ладно. Всем спасибо. Жду ваших комментариев. Обязательно ставьте лайки, качайте студии правильно. Всем счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok